Рамазан Юсуфович, здравствуйте! Я очень рада видеть вас сегодня у нас в гостях. И у нас такой просто замечательный повод. Дело в том, что ваш родной дядя, герой Российской Федерации, вот его звезда-героя только в этом году попала к вам в семью. Я представляю, какой это радостный повод для всего вашего рода, для вашей семьи, да и для нашей республики. Но вы рассказывали о том, что, несмотря на то, что награда вот эта была вручена посмертно герою Кичебатыру Хайркизову в 95 году, в 1995 году, вы только-только ее получили. Вы рассказывали о том, что большая предыстория всего этого была. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об этом. Ну, как получилось, не знаю, но награда Кичебатыра с 95-го года в Москве пролежала. Это произошло, мы это узнали не сразу, когда перед Новым годом Владимир Владимирович выступал, и нужно было, и задавали вопрос ему. Я тоже задал вопрос, задал вопрос о том, вот так-то так у меня герой не получил, значит, награду. Ну, оттуда уже позвонили нашему руководству. Руководство у меня связали со мной. Да, позвонили с Москвы, что с 95-го года лежит награда Кичебатыра. Вот. И нужно найти человека, который очень близкого ему человека. Ну, таким близким человеком оказался я племянник. Это родной брат моего отца, младший брат. Ну, нужно было доказать, что я действительно его племянник. Пришлось девчата с органов наград нашего президента. Они позвонили мне, связались мы. Вот они мне позвонили, чтобы я собрал документы, что доказывающие, что Кичебатыра и мой отец родные братья. И второе, что я сын именно Юсуфа, брата Кичебатыра. Вот такие документы мы собрали. Перечень есть. Тут, конечно, очень трудно было. Свидетельство о рождении отца не сохранилось. Тогда же, вы помните, как было это дело. Кичебатыра нашли. У него ЗАГС, проведенную запись записи. Правда, тоже девчата, которые работали в РАЗАГСе, тоже помогли архиву копаться там. В общем, нашли то, что требовали с Москвы, какие документы нужны были. Отправили эти документы в Москву. Даже заявление, заявление, мое заявление сказали, чтобы я от руки написал. Ну, я, правда, написал, на белом листе. Ну, как-то неровно. Ну, что делать? У них как раз давление немножко поднялось. Разрешили, значит, заявление, печатаю, сделать. А внизу, чтобы сам, собственно, ручное число, подпись и так далее. Вот такие это. Даже у отца паспорт был, сохранился. Не поверили. Только архивные документы собрали, отправили в Москву. С Москвы уже поверили, как бы. Ну, поехали оттуда, от нашего руководства. Человек поехал, взял догаду, привезли. И обычно с 1991 года такая уже традиция была у нас в России. Президент наш Владимир Владимирович поздравляет и вручает премии, подарки знатным, заслуженным людям в День России. Ну, у нас в День России тоже эта традиция идет. В тот день меня пригласили в зал, и где раньше проводили ЗАГС и так далее. И там были приглашены все заслуженные люди нашей республики, разной профессии. Ну, меня за первый ряд посадили, первым вызвали. И этот наш президент, Рашид Бориспович, вручил мне вот эту награду, чтобы я хранил, ну, как семейная награда для хранения, для вечного хранения. Рамазан Иисуфович, я знаю, что Вы проводите огромную работу и всегда проводили огромную работу по теме Великой Отечественной войны. Мало того, что Вы нашли следы Вашего дяди и других героев Великой Отечественной войны, все-таки хотелось бы узнать, что Вы знаете о своем родном дяде и за что конкретно он получил вот такую высокую награду? Это, знаете, целые три часа я могу о нем это рассказывать. Ну, во-первых, как мы о нем узнали? Я во все инстанции писал о нем, искал я его. И нигде это ответы были в Подольске, где я это писал. Ответы проходили в числе живых и мертвых, не числе, ну, как бы без вести. И вдруг в 69-м году, я в школе тогда работал, сижу в учительской, а тогда телефоны такие же были, звонит, я поднимаю трубку и спрашивает, кто Вы. Я говорю, так-то так, мы, говорит, звоним с обкома партии. Нам из Белоруссии позвонили, что писатель Шараховский, она же директор музея Янки Купала, написала в обком партии письмо, такой-то человек, значит, геройски сражался в бригаде Леонова. Есть ли у него родственники, знающие его детство, юность и так далее. Она пишет книгу и хотела, значит, написать о нем, ну, юношеские, детские годы и так далее. Ну, а я говорю, да я его, этот, племянник, вот тебе, вот так, хорошо, вот тебе его, ее телефон, адрес, все, мы тебе передаем, дальше сам действуй. Ну, я сразу прихожу домой, связался, узнал, она мне передала номера телефона Леонов. Леонов был живой, Сетенко был живой, начальник штаба, в Витебске они жили. Мы с ним связались, а отец сразу, о, поехали, и все. Я хочу увидеть могилу своего брата. Ну, под 9 мая где-то, 7 мая мы поехали, встретили нас, Леонов и Сетенко, повезли домой к себе. И такие, прямо легенды рассказывал отцу Леонов сам. Ну, ночью отец в одной комнате лег, а мы с Леонов в другой комнате. Я Леонову говорю, вы столько рассказали отцу, ну, такого, что вообще, чтобы его подбодрить, наверное, вы столько рассказали, геройские его поступки. Да нет, Рамазан, вот увидишь, завтра поедем, сам увидишь. Ну, завтра нас повезли по местам боев. И куда бы мы ни приезжали, в какое село бы ни приезжали, люди собираются, обнимают нас, целуют и так далее. С такими, это, ну, знали его хорошо. А одна женщина прямо прибежала, хватает за руки, тянет домой. Нет, вы должны у меня хлебосоли попробовать. Оказывается, был такой случай, где-то 40 с чем-то сельчан собрали в сарай за то, что они сотрудничали с партизанами и так далее. Ну, всех подозрительных. И на утро должны были сжечь их. Такое было. Они вот рассказывали, они же. Оказывается, сын этого и женщины тоже был там. Где-то он бродил по лесу, поймали его и тоже туда. И Акчиматыр, он был заместителем командира партизанской бригады Леонова по разведке, контрразведке. Он знал всех своих этих партизан, отобрал самых лучших добровольцев, 12 человек. У Леонова взял разрешение. Но днем они провели разведку, где какие часовые. Даже показали водокачку. Там, говорят, пулемет. Вот бывал это с пулеметом часовой еще. Ну, и ночью потихоньку убрали всех часовых, спящих. Целый гарнизон там был немецкий. Разбили этот гарнизон, освободили вот этих, которых уже хотели сжечь. Ну, это один вот такой случай. Настоящий герой. Рамазан Иисуфович, я хочу сказать о том, что вы единственный из Карачаева, Черкесии. В 60-х годах поступили в высшее военное училище в Оренбурге, авиационное штурманов. И так случилось, что было сокращение... Значительное сокращение вооруженных сил. Да, значительное сокращение вооруженных сил. И просто закрыли это учебное заведение, и поэтому пришлось вам уйти в другую профессию. Но вы не оставили эту стезю. Звание офицера нам присвоили, правда? Звание офицера присвоили. Лейтенанта присвоили, отпустили. Но потом... Так получилось, что вы все-таки поменяли профессию, но это не от вас зависело на тот момент. Но тем не менее, вы всю свою жизнь, как я говорила чуть раньше, посвящаете военной службе, находите героев, рассказываете о них. И много-много лет являетесь председателем Совета ветеранов войны и труда Карачевского района. 14 лет уже. Хотелось бы услышать конкретно о вашей работе. Бываю во всех школах района. Дети, детям рассказываю. Я хорошо изучил историю войны, отечественной войны. Когда я в форме прихожу и рассказываю детям о Сталинградской обитке, о защитниках Маруцкого перевала, ну, там, о Курской дуге, где я там, при сам, это был. Потом я же был делегатом Всероссийском съезде Совета в городе Москве. Есть о чем рассказывать. Ну, вот когда они спрашивают, я рассказываю, они с интересом слушают. Ну, и вот потом встречи с понятиями, с ветеранами войны. Он один из этих, я, вот здесь 90-летие, когда отмечали одного. Ну, и бываю в школах, встречаюсь с ветеранами в школах. 9 мая обязательно администрации, я тоже со своей стороны, давали подарки, подарки и так далее. Там спонсоры привлекали, спонсоров тоже, кто, муку, там, сахар, эти, вот когда были живые у нас. Вот такие вопросы. Теперь, вот, например, с этого Себерды звонит старик. Я говорю, 20 лет слепой. У меня три брата воевали, погибли, никто о них ничего не пишет. Только я слышу по радио Салиму выступление, как Мазове по радио, он же слепой, радиослушает. Говорит, вот я ему говорю, ну, пришли это. Фотографии и описание небольшое. Присылает. Я нашел корреспондента. Даю вот эти данные, давай, вот, опиши. Карачайскую газету, русскую газету. И в Москву тоже там отправил их фотографии. Потом сосед, прямой сосед у меня приходит, говорит, Рамазан, ты о всех пишешь, а почему о нашем отце? Так вы же молчите, я же не знаю. Ну, они говорят, он в финской войне был, и отечественной в двух войнах был. Найдите фотографию. Нашли фотографию, но отец им рассказывал же о войне, как о финской войне. Я их привез к имамчевой Дине, Дина, тоже моя ученица. Дина, говорю, вот, слушай их рассказ, вот его фотография. Одним словом, вы делаете большую работу. Ну, вот эту вот, такую работу. Вот сейчас, вот сейчас тоже воюют наши ребята. Мы бываем у их родителей и так далее, посещаем. Ну что же, Рамазан Ильцович, я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам. Я благодарю вас за ваш труд, я желаю вам здоровья, и чтобы вы в таком же энергичном режиме продолжали свою работу. Спасибо вам. Вам тоже спасибо за то, что пригласили. Доброе дело делайте, и что в дальнейшем тоже вам всегда была сопутствовала удача. Спасибо.